Добрый день, дорогие друзья! Утренняя гигиена – тема этого небольшого видеорассуждения. И, конечно же, бывает не только утренней, но и бывает дневной, а также вечерней гигиены. И слово «гигиена» означает науку о профилактике заболеваний. Гигиена – это наука об уходе за своим телом, жильем, одеждой. И гигиена может быть как дома, так и на рабочем месте, в месте учебы. Гигиена может быть в транспорте, в походе. Гигиена – это часть важной жизни каждого человека. Если человек хочет быть здоров, он обязательно прибегает к этому понятию гигиены и начинает использовать это в своей жизни. Есть гигиена детей, а есть гигиена взрослых людей. Она немного различается. Есть утренняя гигиена ежедневная, а есть утренняя гигиена еженедельная. И это тоже необходимо различать. Итак, вы проснулись, вы помолились, и ваша гигиена, она должна затрагивать такие аспекты, как уход за глазами. Это промывание глаз, как в теплой, так и холодной воде. Это уход за ротовой полостью, в которой мы выделяем зубы, десна, язык, щеки. И все это тоже необходимо определенным образом почистить. Дальше гигиена носовой полости, гайморовых полостей, гигиена ушей, гигиена всей кожи нашего тела, гигиена волос. То есть люди бреются, да, и не только мужчины, но и женщины прибегают к этому мероприятию. Правда, в других частях своего тела. Затем, гигиена ногтей, как на руках, так и на ногах. И это может быть ежиутренней процедурой, а также еженедельной процедурой. Также гигиена стоп нашего тела. Стопы, особенно в летнее время, нуждаются в особом уходе, и это всем известно. Гигиена желудка, да, это тоже важное мероприятие. Гигиена кишечника, а также мы различаем гигиену всего нашего тела в виде пармой, сауны или хамама. Это может быть еженедельным мероприятием. А также голодание. Голодание также является хорошим гигиеническим мероприятием. И если вы голодаете один раз в неделю, это важно. А иногда голодание может сопровождаться тремя и даже пятью-семью днями. Итак, гигиена – это наука, и к ней нельзя подходить поверхностно. Ее надо применять, ее надо изучать, ее надо исследовать. И гигиена, она бывает как общей, так и частной. То есть гигиена может затрагивать всех членов семьи, да, которые проживают в определенном помещении. И поэтому помещение должно содержаться в определенном чистоте. Затем необходима обработка гигиеническая, дверных ручек, сантехники, раковин, унитаза, ванны, душевой. И это все необходимо. И когда человек уделяет этому вопросу достаточное внимание, то он начинает различать гигиену необходимого порядка и гигиену, которую производят в особых случаях. То есть гигиеническая обработка, скажем, после заболеваний, после болезней, таких как отравление, грипп, ОСЗ и так далее. Просуждайте об этом. А я желаю вам Божьей милости и благодати. До свидания.